Вам слышно вообще эти звуки? Хочу показать вам марафон. Нью-Йоркский марафон, который из-за урагана Сэнди не случился в прошлом году. Сейчас я попробую отойти и не уронить телефон в окно. Вот, пожалуйста. Из-за того, что был теракт в Бостоне в прошлом или в этом году из-за марафона, сейчас установили почти 2000 камеры на улицах, чтобы наблюдать за криминальностью. Ой, как шумно. Это просто невозможно. Ой-ой-ой. Хотелось поспать сегодня, но не получилось. Пошла я вытащить Пасквали очередной раз в музей, поэтому мы направляемся в музей современных искусств. Давно я там не была, пару лет. Короче, я рада как-то выбраться из дома, посмотреть что-нибудь такое интересное. И надеюсь, ему тоже понравится, поскольку его вытащить куда-то из дома, это на самом деле просто подвиг. Короче, хотели мы поехать сегодня собирать яблоки на такую ферму, но в связи с марафоном у нас не получится. У нас машина припаркована на улице, где просто все заблокировано. Сейчас вообще ни пройти, ни проехать. Везде делаю ужасные пробки. Сейчас на мне вот такое вот ожерелье, которое я давно не носила. Как-то оно мне когда-то нравилось сильно. Теперь не уверена, но мне кажется, оно подходит такое. Оно осенне-зимнее, какое-то тяжелое, увесистое. И на мне вот такой кардиган с таким вот фальшивым мехом. Под мех сделано и джинсы, и черные спаки, и какой-то нелепый макияж, если честно. Не знаю, почему я решила сделать такие вот цвета, но решила и ладно. После этого я надеюсь как-то пойти на пробежку. Все-таки стыдно как-то смотреть, как здоровые люди пробегают очень-очень много километров. А ты сам как-то сидишь на всем готовеньком дома и особо ничем не занимаешься. Поэтому собираюсь я сегодня заняться какой-то спортснагрузкой. Поэтому особо я окрасилась так, знаете, за пару минут. Короче, увидимся, наверное, в музее. Надеюсь, там я сумею снимать. И до скорых встреч. Я вот, кстати, балдею от своих лягушачьих носочков. Очень веселые, мне кажется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отпечатывается моя косметика, а помыть это невозможно А вот в музее мы пришли примерно два с чем-то часа до закрытия Вовремя, да? Мы собрались А вот мы с вами в музее Особо я не могу здесь ничего такое, знаете, снимать Но все же съемки из музея Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 коврик для того, чтобы следить за временем, потому что все-таки без времени я не знаю, сколько я здесь прилежу, а стараюсь я лежать с этим магнезием примерно 25, а то и 30 минут. Вот так выглядит эта соль, которая называется Эпсом, но на самом деле, если вы присмотритесь, это магнезий синтфат, который, кстати, принимает его в очень многих больницах, дает медсестры его как слабительное, но также принимают с ним в ванной, и он не имеет слабительный эффект, не могут из-за меня, вот, хотела поделиться такой вот штукой. Всем приветик, жую фундук, лесные орешки, вкусненько, хочу поделиться моим, я даже не знаю, полдник, вечерник, готовлю я сейчас смудри, положила я в нее, сейчас вам покажу. Вот такой вот кейл, всем известный, наверное, кейл зелененький, здесь у нас не петрушка, как же она называется, укроп, укропчик, очень много в нем бенефитов, посмотрите, польза какая от него по интернету, органическая зеленая яблочко, чуть-чуть манго и водичка, сейчас мы это все смешаем, и будем пить. Как я вам уже говорила, диарела когда знает, что я делаю смудри, она всегда прибегает, потому что она просто помешана на этих смудри. берем стакан, наливаем, извините, и наливаем, здесь у меня свежая дыня, арбузик маленький, ой, ой-ой-ой, не беспокойтесь, собаки тоже любят овощи и фрукты, посмотрите в интернете, все собаки могут пить то же, что и мы, если здесь такая вот зелень, не фрукты, ну что, понравилось, у кого зеленые усики, все, молодец, у нее, кстати, шоу, у нее, кстати, шерстка стала более такая здоровая, что ли, блеск появился в ее шерсти, я думаю, благодаря этим смути, которые она пьет каждый день. У нас похолодало, и я решила сделать такой вот супчик из овощей и курицы, здесь у меня все органическое, это нарезка, и решила я все-таки покупать органическое, они модифицированные с разными вообще контрагенными компонентами, короче, поджариваю я здесь лучок, сельдерей и такую вот японскую редиску, которая называется дейкон, вот так вот у нас все тушится, запах просто не могло передать, это все тушится у нас, кстати, на кокосовом масле, также мы добавим в него, в этот суп, такой вот гриб портабелло, огромнейший, я думаю, я половиночку добавлю, я думаю, я половиночку добавлю, и остальное я, наверное, все-таки сохраню на завтрашнее утро омлет. Ну и поскольку я все-таки варю суп не только на себя, а на мужчину, я добавила картошечку, и что еще добавила? А, сейчас мы с вами добавим соль, я купила специальную такую соль, сейчас вам покажу. Я не знаю, как в ваших странах, но в Америке у нас проблема с солью, всю соль, как правило, 90% соли, которую продают, в них просто из нее вынимают все элементы, все полезные вещества, и она просто получается какая-то, вроде бы называется соль, но без всех полезных вещей. Я купила такую вот, купила я такую соль с моря, не знаю, как это по-русски, вот, и здесь очень-очень много разных элементов, и она более, не знаю, насколько это передастся, она более крупная, посмотрите вот на эти частички, с ней ничего не делали, ее просто высушили, и все, никакие там компоненты из нее не вынимали, поэтому я просто не очень удобные пакетики, если честно. Но все-таки мы с вами посолим суп на глаз пока что, попробуем потом, и может быть добавим еще соли. Я все-таки не люблю соль, но в последнее время мне действительно не хватает витаминов, магнезий, минералов, и я читала очень много литературы, что все-таки без соли жить нельзя, поэтому соль необходима, именно правильная соль, и я купила вот такую, да, португальская соль. Это все перемешаем, курочка у нас чуть-чуть приготовилась, но я думаю еще минут 40 как минимум это все будет вариться. Такой вот полезненький супик. Вот наш супчик пожевает, сейчас мы чуть-чуть убавим огонь, чуть-чуть, он у нас будет продолжаться кипеть и творить чудеса. Такая вот пленка образовалась, такая вот пленка образовалась из-за грибов, но, как вы видите, он уже такой, имеет цвет. Кто-то очень ждет супчика куриного. Смотрите, Ванька. Вареная курочка это его просто слабость. Здорово. Вареная курочка Продолжение следует...